А пока к другим темам дня. Сегодня весь день аэропорт Бадайбо был закрыт для самолетов. Уже четвертые сутки в северном городе идут проливные дожди. В ожидании своих рейсов находятся сотни жителей региона. Павел Жолодев изучил ситуацию и попытался выяснить, когда проблема разрешится. Город золотой, а вот небо совсем не голубое. Уже четвертые сутки в Бадайбо не прекращается дождь. Из-за сильных осадков в местном аэропорту размыло полосу. Сегодня в ожидании вылета только в Иркутске находятся несколько сотен человек. Не меньшие в пункте прилета. Пока прогнозы синоптиков порадовать не могут ни пассажиров, ни авиакомпании, которые из-за коллапса несут серьезные финансовые убытки. Причем не в первый раз. Об этом нам сообщил один из перевозчиков. Ситуация с отменами рейсов Иркутск-Бадайбо повторяется же угодно в период весенней распутицы и летом во время дождей. Авиакомпания не может повлиять на возможность перелета в такие периоды. Весной рейсы в город Бадайбо планируются таким образом, чтобы воздушное судно совершало посадку и вылет в утреннее время, когда еще не растаяла взлетно-посадочная полоса. Еще один способ добраться до города золотодобытчиков – трасса Токсимо-Бадайбо. Однако ее качество также оставляет желать лучшего. В любой момент дожди могут размыть последнюю дорогу на Большую Землю. Именно поэтому нельзя запустить регулярный автобусный маршрут. А значит, любая экстренная ситуация для бадайбинцев может стать фатальной. На случай экстренных ситуаций в Киринске базируется станция медицины «Катастроф». Там же находится вертолет Ми-8, готовый вылететь в Бадайбо. В случае, если потребуются реанимационные действия, жители из Киринска могут доставить в областной центр. Уже на самолете. В качестве альтернативных путей сейчас рассматриваются еще два. Доставка людей вертолетом из Бадайбо в аэропорт Мамы, где существует бетонная полоса. Однако из-за низких облаков даже такой воздушный транспорт не сможет совершить посадку. Не получится переправить всех нуждающихся и по водному пути. В муниципалитете просто нет подготовленных судов. Тем временем число людей, планирующих вылет в областной центр, с каждым днем растет. Для многих Иркутск должен стать лишь пунктом пересадки. Причем за билеты люди отдали минимум 11 тысяч рублей. Потеряли авиабилеты люди, многие связаны с тем, что покупали самые дешевые, невозвратные так называемые тарифы. Забронированы гостиницы, люди ехали на похорона. То есть все это мы понимаем, но все, что в наших силах делать мы узнавали. Ничего сегодня, кроме как воздавления работы нашего аэропорта сделать нельзя. Сейчас в Иркутске находятся 7 самолетов, готовых отправиться в Бадайбо. Возможно, первые вылеты состоятся уже завтра. А вот вопрос, как долго жители населенного пункта в 21 веке будут надеяться лишь на небесную канцелярию, кажется, не скоро получат свой ответ. Павел Золудев, Марина Минченко. Новости по будням.